История Десногорска началась в 74 году прошлого века. Тогда на берегу реки Десна приступили к строительству атомной станции. Рядом с ней и возник рабочий поселок. Статус города Десногорску был присвоен в 1989 году. А спустя 45 лет со дня основания, 14 сентября 2019 года, по-своему уникальный населенный пункт отметил свой очередной день рождения. Обширную праздничную программу открыло шествие коллективов городских организаций. В составе колонны были муниципальные учреждения, представители промышленности, строительство, здравоохранение. Все старались как можно более ярко и оригинально представить свое предприятие. Среди почетных гостей праздника был и глава области Алексей Островский. Поздравляя Десногорцев с Днем города, губернатор отметил, что здесь живут и работают целеустремленные, энергичные и жизнерадостные люди. Я очень люблю ваш город, очень люблю, очень люблю всех вас, всегда с удовольствием сюда приезжаю. Хочется здесь подольше всегда быть и оставаться. И уезжать из Десногорска всегда очень не хочется. Я от всей души вас поздравляю с Днем города, вашего замечательного города, моего самого любимого в нашей области, после Смоленска, конечно. Всего вам самого-самого доброго, хорошего настроения, процветания вам всем и замечательному Десногорску. С праздником! Частью торжественного дня стало ежегодное обновление аллеи почетных граждан Десногорска. Врачи, водители, работники предприятий и активные граждане. 12 новых портретов профессионалов своего дела теперь украшают и вдохновляют каждого жителя Десногорска. Сердечно поздравляю вас с высоким признанием вашего добросовестного, плодотворного труда. Мы гордимся вашими славными делами, преумножающими силу и мощь Десногорска. Центром праздника стала летняя эстрада. Городской сквер вместил в себя развлечения для взрослых и детей на любой вкус. Концертом «Любимый город на Десне» местные вокальные коллективы показали как хорошо знакомые номера, так и новое творчество. Специальными гостями стали участники проекта «Десять песен атомных городов». Знаковый для городов расположение атомных станций концерт на «Росэнергоатом» музыкальный проект. В нем участвуют как профессиональные музыканты, так и представители научной интеллигенции и работники организаций. Позднее музыкальные номера представила кавер-группа «Джамп из Москвы», а также брянские артисты «Лиз» и «Лаплантия». А хедлайнером вечера стала Ольга Серябкина, известная под псевдонимом «Молли». Программа праздничного дня была закончена поздним вечером. В 22 часа город осветился ярким и продолжительным салютом. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.